ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Самой популярной иномаркой с пробегом в России остаётся Форд Фокус. По данным компания Авито сейчас за машину просят в среднем 300 с небольшим тысяч рублей. Второе место принадлежит Хёнде Солярис. Средний ценник почти 600 тысяч. Бронза УКИА РИО 607 тысяч рублей. Среди отечественных легковушек лидирует Лада Приора. Её средняя стоимость 223 тысячи. ТРАССА СТО ОДИН Чем ближе выборы, тем больше вкусных заявлений. В Госдуме высказали идею полной отмены технического осмотра для легковых автомобилей. Мол, это просто лишняя трата денег и времени, ничего общего, не имеющая с безопасностью дорожного движения. Более того, автор инициативы, один из депутатов, обвинил ГИБДД в том, что она завышает статистику по авариям, произошедшим якобы из-за технических неисправностей. Главная причина ДТП, по мнению парламентария, плохое состояние автотрасс. ТРАССА СТО ОДИН Система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. Такое название может получить открытая электронная база данных, о создании которой задумались власти страны. Правительству она поможет лучше контролировать расходование выделяемых денег на ремонт дорог. А рядовые водители смогут узнать о состоянии автотрасс там, где они планируют проехать. Ожидается, что в базу попадут сведения о дорожных работах, местах ДТП, состоянии дорожного полотна. ТРАССА СТО ОДИН В середине весны Volkswagen представит свой самый большой внедорожник. Модель получила название «Талагон». В длину она достигает 5 метров 15 сантиметров, колесная база без малого 3 метра. По предварительным данным в линейке моторов будут присутствовать бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра, а также двухлитровые турбомоторы мощностью 186 либо 220 лошадиных сил. Трансмиссия, семиступенчатый робот, привод полный. Машину в первую очередь начнут продавать в Китае. ТРАССА СТО ОДИН Использование круиз-контроля повышает риск ДТП. Об этом заявили американские специалисты. Опытным путем они выяснили, что водители, включающие данную функцию, гораздо чаще превышают разрешенную скорость, нежели те, кто круиз-контролем не пользуется. Это очень серьезная проблема, считают Янки. По их мнению, автопроизводители и власти должны найти золотую середину, чтобы можно было и нежать постоянно на педаль газа, и строго соблюдать скоростной режим. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова